Добрый день! Сегодня мы поговорим о новинках нашего стандарта Этмоскрипт 6, который так долго ждали, скажем, много лет ждали, на самом деле. Мало того, когда его выпустили, его выпустили в июле месяце этого года, наконец-то официальную печать поставили, его на самом деле вообще выпустили под именем Экмоскрипт 2015. Тем самым ребята, которые спецификацией занимаются, принимают, они дали понять, что теперь они не будут много лет тратить на новые версии и попытаются их штамповать как пирожки, поэтому они будут их не цифрами, а годами обозначать. Экмоскрипт 2015 то же самое, что и шестерка. Сразу хочу сказать по поводу поддержки. Поскольку это только июль месяц, понятно, что 100% поддержки ни в одном из интерпретаторов, имеется в виду не только браузерные движки, другие интерпретаторы, например, в SpiderMonkey, который у меня здесь командной строки, и там Node.js, 100% поддержки пока еще нет. Наиболее простые вещи, которые были давно известны, что они ожидаемы, они уже, в принципе, реализованы. Как всегда, впереди всех это Chrome, Firefox, позади всех, там всегда интернет-эксплорер, впрочем, с Edge. Но здесь, опять же, ситуация, надо понимать, что дело не только во времени, мы его умеем нефиганно реализовываем, одно дело собраться вместе и придумать, а давайте замутим вот такой функционал, а другое дело, программистам теперь его надо как-то реализовать. Но, тем не менее, мы поговорим, естественно, мы не сможем охватить вообще все. Во-первых, как я уже сказал, даже некоторые вещи не показать ни на чем, а во-вторых, на это время никакого не хватит, потому что спецификация увеличилась фактически в два с половиной раза по толщине страниц, скажем так. Но мы посмотрим самые интересные вещи, которые почти готовы почти везде к использованию, которые можно использовать. Вот. Итак, с чего мы начнем? Первое, что появилось, меня это радует, это появились, наконец-то, константы. Да? Константы, потому что и до этого возникала необходимость в каких-то неизменяемых данных, для того, чтобы дать понять, что это константы, просто приходилось их, как это принято, в мире программирования константы записывать, имена констант записывать в верхнем регистре. Вот. Теперь можно просто писать вот так. Конст, например, ну, давай там, пи какой-нибудь, да, стандартный пример. Конст 3, 14, да, и попытаемся вывести, и получим соответствующее значение. Вот. Соответственно, попытка, попытка изменить значение константы приведет к ошибке. Вот она. Потому что ее изменять нельзя. Так что у нас теперь полный сет, не только переменные есть, но и константы, что уже хорошо. это во-первых. Напишем тогда error. В принципе, о константах говорить вроде как и больше нечего. но одними константами все не закончилось. На самом деле претерпело изменение у нас переменные, а именно у нас появились блочные переменные, которые действуют сугубо внутри блока. Как это выглядит? Во-первых, обратите внимание, мы в свое время, когда говорили, на первом курсе говорим, я говорил, что у нас есть замечательная конструкция, это фигурные скопки, которые задают некий блок, который говорит, что внутри этого блока все инструкции как бы одно целое. Но мы их успешно использовали применительно вместе с for, while, if и так далее. Я говорил, например, что в принципе эти конструкции можно и вот так использовать прямо где-то в коде, но показать, зачем они были нужны, непонятно почему, потому что что без них, что не без них, нет проблем. Однако, обратите внимание, теперь все встало на свои места, теперь мы можем даже, казалось бы, я сейчас нахожусь в глобальной области видимости, все равно их использовать. Итак, у нас появилось новое ключевое слово let, которое называется, например, let x, например, 1 сделает, да, вот, а здесь мы сделаем так, let, например, y, 2, вот, действие вот этого переменной y, оно ограничено сугубо вот этим блоком, да, который задается в фигурных скобках. То есть, обратите внимание, если я сейчас напишу print y, давайте, да, здесь, и напишу print y здесь, да, то сейчас я увижу, вот она, двоечка, а сейчас мне сообщат о том, что такой переменной нет, y и знак define. что уже неплохо. Вот. Мало того, мало того, у этого led, на самом деле x здесь тоже видит и видит, то есть, у led, скажем так, ограничивает верхний уровень. То есть, если я сейчас, например, здесь сделаю еще вот так вот, например, да, вот таким вот образом, да, предположим, то все будет видно. То есть, он, грубо говоря, y виден отсюда и вниз, да, x отсюда и вниз, но не вовне, но не вовне, да. В принципе, это достаточно удобно, поскольку раньше мы только варом, а вар, он четко и жестко привязывал куда-то переменную. Причем, обратите, помните, вар, он привязывал фактически к функции, да, то есть, даже если мы в блоке вар сделаем, если этот блок не внутри функции, то вар автоматически становится глобальной переменной. Здесь же, как видите, мы спокойно разрулили ситуацию, вот, без какого-либо наличия функций эта переменная видна только вот в этом, например, блоке, что уже достаточно удобно, что уже удобно. Вот, на самом деле, здесь еще какая есть вещь, дело в том, что LED не поддерживает то, что называется вот это хостинг, вытягивание, да, когда там переносится куда-то туда, вот, то есть, например, мы можем это дело, посмотрите, да, давайте мы попробуем теперь так, берем стандартный цикл for, к которому мы привыкли, да, вспоминаем, как мы это дело делаем, например, i0, i меньше, там, например, 5, да, плюс-плюс, и что-то там у нас, вот, что-то мы здесь делали, да, в оригинале, поскольку у нас здесь стоял var, помните, да, что, и, предположим, у меня, предположим, представьте себе, что у меня два for, да, два for, на самом деле, на самом деле, в оригинале, после того, как партер перетим исполняет код, он делал примерно вот такую вещь, это выносилось вот сюда, и когда наш код начинал исполняться, он выглядел вот таким вот образом, да, то есть, это i, она была общая, она была объявлена, потом, 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 вот, с let так не походит, то есть, если мы напишем let, то это абсолютно разные две локальные переменные, которые работают сугубо вот внутри этого, так же, они как работают внутри ipo, внутри lc, это каждая своя персональная переменная, переменная, вот, вот таким образом, да, что уже удобно, то есть, чем это хорошо, это хорошо, опять же, тем, например, что, нам всегда нужно помнить, когда у нас, даже если у нас был один цикл, вспомните, да, проблема, мы прокрутили его, мы здесь что-то сделали, неважно, да, но, когда мы выходим из цикла, надо помнить, что i никуда не делось, что i у меня на данный момент равна пике, и если я не обнулил или где-то что-то, да, если я случайно укажу, предположим, i или где-то там поиспользую, да, то я получу 5, да, не так с этим, то есть, они фактически безопасны, мы пишем let, ну, понятно, что я сейчас получу что, конечно, что он не знает, что такое i, а, let отработал сугубо внутри этого блока, сугубо внутри этого блока, да, вот, мало того, мало того, у нас с этим товарищем летом связана еще одна замечательная вещь, которая, в свою очередь, связана с понятием замыкания. Вспомним классический пример, да, который мы имеем, очень часто новичкам показывают, а ну-ка, как там, что здесь, да, произойдет, сейчас мы сделаем. классическую схемку. Итак, у нас есть, у нас есть R, это массив, да, давайте сделаем чуть поменьше, до 3. Значит, здесь мы делаем что? Здесь мы в массив присваиваем замечательную функцию, которая не менее, давайте сразу сделаем, пусть там будет принт внутри, которая делает вот такую вещь, да, такую вещь, вот, после того, как мы это дело выходим сюда, да, мы помним, что у нас там везде функции, которые нам что-то должны вывести, правда, да, мы это дело запускаем, и в результате получаем три раза трой, да, почему? Потому что мы помним, поскольку это функция, функции для вас, криптов, они поддерживают замыкание, да, способность функции сохранять ссылку, вот им важно, да, понимать, что здесь, когда вот это идет присваивание функции сюда, то там i, грубо говоря, не единичка, текущее, да, приходит, значение, а ссылка на эту переменную, то есть, грубо говоря, в данный момент там в массиве, в каждом из трех элементов лежат функции, у которых не значение, да, а ссылка на то конечное значение, которое там, просто только цикл прошел, там оно стало 3, поэтому они все ссылаются на эту тройку, да, поскольку проблема известная, то у нас было, как мы ее разруливали, нам приходилось вот это дело окружать самовызываемой функцией, правильно, да, то есть, писать выглядело это несколько ужасно, а что поделаешь, правильно, то есть, здесь у нас получалось нечто function, ага, ага, так, теперь главное не запутаться, ведь, да, это круглое, это, это, это вот так, правильно, да, вот, здесь у нас, соответственно, мы этот i передавали сюда, стоп, а этот i у нас сюда, ну, и что-то типа такого у нас было, да, вот он, 0, 1, 2, да, то есть, мы принимали текущее значение, бросали это текущее значение сюда, поскольку эта функция, она каждый раз новая, да, туда приходилось значение, то мы здесь уже, вот здесь уже сохранялось не ссылка, а значение, согласитесь, пример достаточно идиотичный, а если учесть, что у нас и так функции, функции полным-полно, то, в принципе, ужасно, да, теперь обратите внимание, теперь обратите внимание, все это дело можно спокойно убрать и забыть о нем, как о кошмарном сне, если здесь вместо барм использовать тот самый LED, да, тот самый LED, посмотрите, как видите, все хорошо, почему, потому что она настолько локальна, что каждый раз, фактически, да, как бы, для каждого цикла, да, каждый раз это свой блок, каждый раз это своя переменная, то есть, как видите, код стал чище, что уже хорошо, прекрасно, вот, поэтому LED, CONST можно использовать, нет проблем, это первое, вот, первое, что у нас есть, ну, уже не первое, это уже второе, после CONST, да, так что, это очень хорошая вещь, желательная, на самом деле, с момента, скажу так, вот, с момента появления LED, в принципе, надобность, вот, именно, в использовании VAR, она почти отпала, то есть, это уже точечная, скажем так, заваренная переменная, это мы четко знаем, что она, например, глобально, быть везде, и так далее, или, если вдруг я хочу создать из какой-то функции, например, глобальную переменную, да, вот, если же мы хотим действительно, чтобы, вот, не было проблем, а у нас, как правило, так и есть, это всевозможные счетчики, которые участвуют в тех же самых ИФ, АХЛСах и так далее, то лучше, конечно, работать именно по таким вот образом, да, вот, у нас, соответственно, константы и, так сказать, ну, локальные переменные, да, условно-локальные, блочные, на самом деле, их правильно назвать блочные переменные, вот, хорошо, давайте, что у нас есть еще, появилось очень интересного, да, еще у нас интересное появилось, это, что касается функций, друзья мои, функций, смотрите, теперь я могу лед, давайте я лед буду использовать, мне это очень нравится, что я теперь могу так использовать, лед, фу, да, обратите внимание, обратите внимание, давайте сделаем так, о, замечательно, то, что вы видите, это то, что называется row function, стрелочные функции, все, многие языки их имеют, наконец-то, и до нас это дошло, то есть, фактически, это сокращенное, краткое, описание функции, вот, которое выглядит, ну, давайте вот так сделаем, вот таким образом, да, то есть, как видите, что у нас здесь есть, отсутствует слово function, ну, технически, это то же самое, сейчас я сделаю, оригинал, как бы, да, значит, смотрите, я вам показываю, аналог того, сравните 16-ю и 17-ю в моем случае строчку, да, то есть, отсутствует слово function, отсутствуют круглые скобки вокруг параметра, и отсутствует оператор return, то есть, то, что здесь написано, то и возвращать где-то сам, хорошо, красиво, да, нет проблем, значит, сразу же следует помнить, что, что, во-первых, сразу же по поводу вот этих вот дел, круглые скобки вокруг параметра можно и писать только в том случае, если он один, если их больше, чем один, например, x и y, надо передать, то уже пишем вот так круглые скобки, но тем не менее, но тем не менее, вот, также круглые скобки пишем, если параметров вообще нет, поскольку дырку как бы передать очень тяжело, вот, то мы пишем каким-то образом, ну вот таким, да, то есть, нет параметров больше, чем один, указываем круглые скобки, один параметр можно не указывать, далее, вот такая стрела красивая, да, и дальше, опять же, если, тут опять же условие, если у нас только одно выражение, то оно исполняется и возвращается, автоматический ретер, то есть ретер написать не надо, если у нас больше, чем одно выражение, то здесь, опять же, что мы делаем, мы, конечно же, фигурные скобки, фигурные скобки, вот, и опять же, если нам нужен ретер, то здесь уже придется руками написать, так сказать, ретер, ретер, ну, в этом случае мы, фактически, вот в этом случае мы экономим только на слой функции, только на слой функции, поэтому, наверное, для, ну, как бы, вот, с этой точки зрения, именно для коротких функций, которые, например, что-то приняли, например, не приняли, и вернули, и все хорошо, на самом деле, действительно, основную функцию, достаточно, все это дело, удобно, да, разруливать, вот, теперь типичный пример, типичный пример, да, который мы можем посмотреть, предположим, да, вот, посмотрите, насколько это, насколько это коротко встало, да, вот, представьте себе, что у нас здесь есть какой-нибудь массив, да, массив, который мы решили заформить, да, вспомните, да, что мы сейчас там писали, function, way, и так далее, и так далее, и так далее, да, что мне теперь нужно написать, по минимуму, да, вот я пишу, вот я пишу, вот это, например, да, ну, я, например, хочу все это, например, умножить, там, на 10, да, я хочу, например, вывести, предположим, да, print, v, умноженное на 10, вот, как-то так, да, посмотрите, насколько все это гораздо проще стало, бам-бам-бам. У нас в качестве, может, любой, да, переменная будет? Кто? В качестве v, у нас любая, да, может быть, переменная? Ну, да, это моя переменная, это переменная, в которую... Нет, допустим, поставить вместо v, да, v, ничего не... Нет, нет, мы переменные сами называем, так сказать, мой ребенок, да, место, куда он будет скидывать эти значения, да, вот, примерно, согласитесь, просто здесь достаточно... Это вообще, это то, что называется в программировании, так сказать, синтаксический сахар, да, то есть, то, что не изменяет какой-то функционал, а то, что просто улучшает, не знаю, читабельность написания, и так далее, да. Однако, однако, на самом деле, что касается вот этих вот стрелочных функций, здесь не совсем... Я сказал только, что это синтаксический сахар, но на самом деле, это не совсем синтаксический сахар. На самом деле, здесь есть изменение небольшое функциональное. Какое? Вот смотрите, опять же, давайте посмотрим наш... это мы уберем пока, это пусть будет перед глазами, мы сейчас его сделаем. Пример. Вот у нас есть... важно, let. Вот у нас есть некий объект. Некий объект, да? У этого объекта есть свойство, например, NANCE, которое является, кстати, вот этим массивом. Например, раз, два, три, четыре, два, семь, пусть будет, да? Вот так. Бам! И у него есть свойство TENSE, которое является пока пустым. Массив. Да? И у него есть какой-то метод, давайте назовем, пусть он, давайте мы его назовем EACH. Вот так вот, EACH. EACH. Который является функцией. Можно, кстати, функцию так написать, можно новинки написать. Кстати, мы сейчас напишем так, да? Функцию. Вот. Который берет, предположим, да? THIS NUMBS, да? THIS NUMBS. Применяет к нему FOREACH, который мы только что посмотрели. Применяет к нему FOREACH. В FOREACH у нас лежит стандартное, обратите внимание, да? Как у нас обычно, это функция. Вот оно, да? Тот самый V. Давайте сделаем так. вот. И она далее делает что? THIS TENSE UF умножить на 10, да? Давайте разберемся, чего она здесь творит. что у нас здесь творит? Творится. Вот. Смотрите, что у нас здесь творится. Значит, итак, два массива, они оба объектные. Это здесь NUMBS, здесь TENSE, да? EACH. EACH. Эта функция, которая запускается, внутри которой берется NUMBS, то есть текущий массив, правильно? Обходим каждый элемент, значение этого элемента сбрасывается сюда, мы умножаем каждый из них на 10 и заполняем вот этот массив. Да? Заполняем этот массив. Идем сюда и пытаемся это дело сделать. Вот. Например, мы запускаем это дело и говорим OPCH. OPCH. INCH. Просто банально запускаем вот этот вот метод INCH. Правильно? Да? И тут же нам вылетает что? THIS TENSE IS UNDEFIED. Правильно? Мы говорим как? где? INDEFIED, да? Вот. И вспоминая о контексте, вспоминая о контексте, мы понимаем и вспоминаем, что эта функция вообще-то исполняется чем? чем? Глобальным объектом. Она в контексте глобального объекта. Правильно? Да? То есть, если я сейчас здесь определю TENSE, очень хорошо все будет, нормально, да? Вот. Можно глобальным объектом да исполняется. Вот. Стандартная вещь, которую мы создавали, чтобы избегнуть этого... А? Зелф. Точно. Либо мы каким-то образом... Ну, это я, я люблю слово self, кто-то that там пишет, да, хоть, хоть, напиши, да, но тем не менее, да, что мы обычно делали? Мы делали некую переменную self, куда сохраняли текущий this, вот этот, да, который здесь уже менялся правильно, да, и здесь мы, обратите внимание, да, уже использовали этот self, ну, где-то обводить, понятно, нечего, ошибка прошла. Или есть другой вариант. Другой вариант обойтись без этого selfа этот вариант оставит оставит к слову здесь this, он появился в VACME 5, причем не сразу в 5, а в VACME 5.1 он появился, это добавить вот здесь, добавить вот здесь метод bind, где указать this, где мы можем указать объект, в контексте которого надо крутить вот эту функцию. То есть, что так, что так, а громоздка можно запутаться, ну, и вообще сложновато. Правильно? Так вот, так вот, обращаю внимание, на самом деле, если опять же смотреть, теперь вместо, вот представьте себе, какая громоздкость у нас идет, вместо всей этой громоздкости мы банально, да, банально, опишем нашу замечательную, я уже забыл, что, где кто, вот, вот так, да, нашу замечательную стрелочную функцию, да, вот мы в принимаем, вот, это для красоты круглые скобки, в принципе, ей особо и не нужно, да, вот, и теперь обратите внимание, у меня должно, да, все пройти как по массу, никаких проблем, смотрите, да, еще, сейчас я еще это не убрал, теперь я убираю это, вот, да, почему так случилось, почему так случилось, а так случилось, на самом-то деле, мы сейчас еще все это дело уменьшим, да, в оригинале, попытаемся, сейчас я вот так вот сделаю, там, ага, ну да, здесь у нас не получится, все равно придется залепить фигурные скобки, поскольку она в муторе, да, сейчас вот так вот, как-то, так, это чья круглая скобка, ага, это форфель, вот так, о, 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 замечательно, посмотрите, да, насколько упростился код, упростился код, да, и нам теперь не нужно, можно забыть про все эти байды, можно забыть про все эти кэширование, да, там, в какой-то переменной self, и так далее, да, вот, потому что мы используем, то есть, вот эта стрелочная функция, да, она, вот, использует этот лексический слой, да, который здесь есть, она не меняет, вот, так что, на самом деле, это не совсем, да, то есть, если можно с виду подумать, что это как бы синтаксический сахар, то это не совсем синтаксический сахар, а очень даже, вот, полезная вещь, особенно для таких вот, как поры, там, мэп, и прочее, да, вот таким вот образом, так что, тоже, как видите, вот у нас уже третий вариант, после константы, после наших замечательных, блочных переменных LED, вот у нас еще и стрелочные, получились, о, отлично, запомним это, и перейдем к следующему, да, вот так сделаем, наверное, чтобы потом, финально, подобрать, что у нас вот, красивого было, вот, такие вещи, да, вот, а поскольку мы, где мы, поскольку мы, упоминали уже функции, вот, не всегда нам понадобятся стрелочные функции, никто не отменял, объявления, декларации функции, тем не менее, что-то у нас с ними появилось, друзья мои, да, во-первых, обратите внимание, что у нас появилось, да, стандартная, функция, вспомните, да, нам очень не хватало, параметров, по умолчанию, параметров, по умолчанию, правда, да, стандартное, что мы обычно делали, это писали, вот, такие вещи, да, например, как мы там писали обычно, например, это, х, либо, например, 1, да, у, я понимаю, что это, конечно, удобно, или там, 0, или там, например, 2, да, ну и так далее, вот, чем больше параметров, тем больше писания, теперь, друзья мои, теперь мы можем, как и во многих других языках, обратите внимание, использовать прямо здесь значение по умолчанию, значение по умолчанию, например, вот таким образом, например, вот таким образом, да, и в случае, например, здесь, вот у нас, обязательный параметр, ну понятно, что первое обязательное, давай, дедами, ну, дырка тут, давай, дедами, вот так, вот так, вот так, да, вот, и мы напишем что-нибудь типа x плюс z, вот таким образом, да, и здесь мы вызовем эту функцию, передав туда, например, единицу, да, единицу, и у нас все остальное, видите, 6, что не передали, то заполнилось вот этим вот параметром, правда, да, вот, но на этом мы тоже не ограничились, да, у нас еще один с этой точки, ну, на самом деле, вот этот уже можно считать практически синтаксический сам, ничего еще особо не изменилось, зато удобно прямо здесь перечислить, вот, да, и по, как бы, по сигнатуре, что называется, функции уже видно, чего ожидается, они залезают туда, вот, однако, этого мало, еще у нас есть, да, один вариант, какой, множественные параметры, технически, когда мы писали, function, опять же, опа, не так, когда мы писали так, function, ну, или писали, пишем, еще долго мы так будем писать, к сожалению, пока все на это дело перейдут, да, вот, опять же, например, у нас здесь есть параметр x и y, да, но мы решили туда передать достаточно много параметров, и один, и два, и три, и четыре, и пять, да, как достать следующий параметр, вы помните, у нас есть замечательный объект Argonauts, да, технически он сейчас остался, с ним можно до сих пор пользоваться, ну, у него неудобство какое, мы должны, например, в данной ситуации, в данной ситуации, мы должны всегда помнить, вот я помню, да, что первые два элемента, первые две позиции в arguments, это x и y, а уже остальные, то есть тройка пришла в третий, в четвертый, в пятый, и так далее, да, когда такого много, когда позиций много, то понятно, ну, как правило, мы могли сделать что, как правило, так и делали, в принципе, да, брали, у RR забирали что-нибудь типа слайса, слайса, да, вызывали его на аргументе, да, на аргументе, вот, принимали, передавали там, что нам нужно, какая позиция, да, вот таким образом, то есть, то есть возвращали копию аргумента, только начиная со второй, со второй позиции, да, там что-то типа вау какой-нибудь там, вот, и уже с этим а мы работаем, мы с этим а работаем, вот, можно, конечно, и без этого было, да, но приходилось держать в голове то, что у нас первые две позиции заняли, вот, теперь у нас все очень легко и просто, посмотрите, у нас теперь появился специальный, так называемый, REST параметр, обратите внимание, REST параметр, причем это, это даже еще, чем, тем полезно, это хорошо, что я расписал, да, обмен, дело в том, что опять же, тот, кто читает, да, сигнатуру, скажем, да, нашей функции, вот, из этого неявно ожидает ли, то есть, мы понимаем, что JavaScript допускает передачу, сколько угодно, много параметров, вопрос, а ожидаются ли они там внутри или нет, надо залезть в функцию посмотреть, посмотреть, да, вот, теперь нам этого дела не надо, теперь нам этого дела не надо, вот, почему, потому что, обратите внимание, так называемый REST параметр, который записывается так, три точки, ну и что-то, например, A, или B, ну, кому что нравится, да, вот, то есть, здесь мы убиваем двух зайцев, первые, я как автор этой функции сразу же в сигнатуре объявляю, смотрите, товарищи, я ожидаю два обязательных, условно говоря, параметров, да, и плюс ты можешь бесконечно много других параметров, да, то есть, я ожидаю, я готов их где-то там использовать, да, а во-вторых, как их теперь использовать, а использовать их очень просто, очень просто, потому что это, A автоматом становится у меня массивом, да, автоматом становится массивом, мы можем это дело посмотреть, сейчас, вот таким образом, ну, без квадратной скобок, вот там, три, четыре, пять, и общаться как с массивом, то есть, убили двух зайцев, и передали неограниченное количество параметров, то есть, и объяснили людям, что мы ожидаем, что мы готовы, что моя функция готова обрабатывать это дело, раз, второе, что мы передали, это то, что, как бы, и обрабатывать их очень легко, да, то есть, я четко знаю, что здесь, вот этого x, y, в отличие от аргументов, здесь их не будет, да, что уже, в принципе, хорошо, в принципе, уже хорошо, вот, на самом деле, вот этот вот, как я сказал, rest, так сказать, параметры, на самом деле, вот это вот, три точечки, это так называемый spread оператор, тут в зависимости от того, их можно использовать вот в данном, контексте, как мы использовали, да, вот, контексте, на самом деле, его можно использовать и чуть-чуть по-другому, в других местах, а именно, давайте посмотрим, посмотрим, это мы убедились, да, то есть, это удобно, это удобно, например, var, p, давайте, параметры, да, это у меня, массив, а, b, c, c, там, буквы, да, var, давайте сделаем x, обратите внимание, например, 1, 2, а теперь посмотрите, что я опять же делаю, p, да, то есть, просто говорю, заполни туда, из вот этого самого, p, смотрим, что у нас теперь в x, это уже пошли, что называется, опять же, тоже из области синтаксического сахара, все это делает, ну, вы обратили внимание вообще, на что это похоже, это не что иное, как конкет, это x, конкет, p, фактически, да, вот таким образом, но здесь у нас, есть еще очень интересная вещь, очень интересная вещь, которая может быть даже, то есть, если здесь, если здесь мы ничего особо не выиграем, да, то есть, обратите внимание, то есть, вот это, вот это, это, фактически, именно что, это то же самое, как если бы я написал x, он, кет, вот так вот, p, да, вот, вот, то есть, моя 42-я, 43-я строка, они, в принципе, одинаковые, правильно, да, вот, однако, посмотрите, что мы можем сейчас сделать, сделаем еще одну маленькую вещь, давайте сделаем строчечку hello, оп, слишком много l, да, hello, да, вот, а теперь мы сделаем так, var, делаем массив, обратили внимание, s, и, смотрим, что у нас здесь, получаем массив, вот, из этих, ну, фактически тоже, развернули строчечку, демассив, вот, точнее, строки, делаем массив, сплит, скажем так, да, ну, это тоже синтаксический сахар, на сплит, вот, ну, да, ну, на самом деле, это уже кому как, кому-то нравится, кто, кому-то нравится все факты, что придумали, вот, вот, замечательно, да, как видите, вот у нас уже, сколько, но это, вот эти дела, это все-таки все, по большому счету, то, что называется, опять же, синтаксический сахар, фактический сахар. Вот, теперь, что у нас еще, друзья мои, хорошего появилось, вот сейчас, наконец-то, на самом деле, у нас появился, так, ну, такая категория, string template, на самом деле, это string interpolate, который в свое время, еще в прошлом веке, мог похвастаться, по-моему, только пичкой. Это было его коронной фишкой, постепенно это появилось в других языках, причем, в других языках это появилось, вот, в последние, вот те языки, которые появляются, там, на уровне, вот, где-то, там, седьмой, вот, девятый, они тоже это делали, многие до сих пор этого не имеют, но теперь у нас то же самое есть и в нашем, экмоскрипте, вот, то давайте сделаем стандартную вещь, напишем нашего какого-нибудь там юзера, да, давайте я вот так сделаю, age 25, да, 25, и посмотрите var s и я делаю строчку hello, john, да, никаких плюсов, никаких разрывов, все, что мне нужно писать, это знак доллара и фигурный скоб, и вставляем это дело, но, обратите внимание, пока еще ничего нет, почему, потому что на самом деле, для того, чтобы эта строка стала строкой, строкой, то ее надо заключить не в двойные и не в одинарные кавычки, а вот в такие вот тики, там, где буква йо, пэм, вот у меня оранжевые тут стали, о, вот теперь это стало именно такой строкой, да, вот, и теперь можно это дело все посмотреть, посмотрите, как это все красиво будет, видите, hello, john, да, причем, обратите внимание, здесь даже пошли дальше, те, дальше, дальше, чем те же самые пи-эш-пишники, если в пи-эш-пиш, можно подставлять только лишь значение переменных, там нельзя использовать какие-то выражения, то мы можем спокойно использовать выражения, то есть, например, я хочу 20, я хочу 25 умножить на 10, ну, условно говоря, да, поэтому я могу или там прибавить 1, да, пожалуйста, нет проблем, прибавляйте, да, прибавляйте, видите, да, то есть, не только подставляются значения, но даже выполняются любые выражения, доллар, секунды, скобки, и все, это дело пошло. походим, 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 там значения только подставляются, это выражение, мы внутри строки исполнили выражение, выражение исполнили, целое, вот такая вот вещь, вот такая красивая вещь, достаточно удобно, на самом деле, теперь, особенно, когда нам текст, вот этот, забываем, кавычки, кавычки, такие, такие, там, забывали, теперь можем спокойно лепить, что угодно, не надо заботиться о двойниках или одинарных, потому что все это вот в таких тиках, да, уж их там и редкость, все, кстати, есть еще одна интересная вещь, еще одна появилась, появилась, это, предположим, это уже касается, предположим, каких-то стандартных вещей, как мне вывести, да, вот, например, что, если я хочу что-то там вывести, например, мне, например, то же самое slash n или что-либо еще, да, у нас есть такая string, у string появился row, ну, метод, да, и прямо вот так вот можно написать, например, hello slash n, например, row, и мы, а, давайте его сразу прямо сейчас сюда, наверное, положим, вот так вот сделаем, вот, и мы получаем вот такую вещь, то есть начисто ничего не перевелось, то есть, сырая строка, да, то есть, как есть, так и есть, как есть, так и есть. row, в данном случае, что за это? row, вот, он не переводил новую строку, он вывел, вывозит, сказать, это PHP аналог одинарных, возьми, как есть, да, ну, вот это, конечно, очень хорошая, очень сильная вещь, теперь, меньше будет, по крайней мере, должно быть, я не знаю, как будет, или не будет, но, по крайней мере, должно быть меньше путаницы, правильно с этим, меньше путаницы, вот, теперь, так, это мы, как всегда, комментируем, пока, и перейдем к следующему, да, что у нас еще есть интересного, но, на самом деле, по белочи достаточно очень много интересных вещей, в частности, например, то есть, такие мелочи, мелочи, опять же, что называется, синтактический сахар, который позволяет нам жить, да, вот, смотрите, например, вот у меня было, вот у меня есть две переменные, var, x, опять же, y, да, так, и у меня есть object, вот, насколько я привык к var, да, уже let можно писать, я настолько к ним привык, вот, и смотрите, я хочу, чтобы у этого объекта было свойство, да, с таким же именем, как переменные, то есть, x, создай свойство x, присвои значение x, создай свойство y, присвои значение y, как же, да, такая вот элементарная вещь, да, сейчас, сейчас, вот, в шестой экме, мы можем этого не писать, если у нас имя свойства, которое мы создаем, совпадает с именем переменной, то обратите внимание, мы можем вообще тупо написать вот таким образом, да, прямо вот таким образом написать, и, как видите, все это дело, например, вот так вот, да, если я запущу, все это дело сработает, вот она, прекрасная единица, да, вот, и нет никаких проблем, проблем, ну, мелочь, но приятно, хотя, скорее всего, все-таки там, редкая, да, вот, на самом деле, обратите внимание, на самом деле, таких, как я уже сказал, мелочей достаточно много, достаточно много, вот, и можно еще, например, посмотреть, о деструктуринг, так называемый, деструктуринг массивов, массивов, да, то есть, смотрите, ситуацию, ну, у PHP, кстати, есть такая подобная конструкция, да, давайте сделаем так, обратите внимание, я тут, я тут делаю сразу две вещи, ну, технически, эти переменные, если у меня эти переменные уже существуют, если бы я их заварил выше, я мог бы это, в принципе, не писать, я их, собственно, одновременно и объявляю, и так далее, и так далее, да, вот, посмотрите, что у нас произойдет, да, то есть, у нас сейчас, ой, сори, ха-ха, не так, смотрите, что у нас происходит, очень просто, я задал, одним махом, раскидал значение из массива в переменные, это аналог лист, да, да, аналог этого царя, достаточно удобный, ну, понятно, что если переменные у меня, массив где-то в переменные, да, или там что-то еще, вот, можно, можно сделать, очень просто, можно сделать, предположим, да, обратите внимание, как ни странно, мы здесь можем сейчас, дырки поставить, смотрите, внимательно, да, вот, не отправляем, двойка никуда не ушла, то есть, первая в первую, вторая в воздух, третья в третью, с погоняк, да, мало того, после этого мы можем теперь сделать, смотрите, классическая ситуация, которой на самом деле очень не хватало, поскольку в Яблоскрипте у нас нет передачи, принудительной передачи по ссылкам, как это из других языков, в PHP, когда мы там анперсант можем поставить, вот, да, то у нас, у нас либо по значению, либо по ссылке передается, вот, то очень сложно показать, например, функцию, такую, swap, которая меняет значение переменных местами, теперь мы очень хорошо это можем сделать, смотрите, да, поменяем значение переменных местах, вот, все, все легко, все просто, нет никаких проблем, нет, нет никаких проблем, вот таким образом, вот, да, уже хорошо, да, мало того, обратите внимание, это все касается, на самом деле, такая красота касается, например, не только массивов, да, объекта, но и объекты, только единственное, что придется фигурные скобки ставить, да, то есть, если у меня есть какой-то объект, ну, давайте, также напишем, да, вау, только условие, да, что у этого объекта, просто пишу, здесь у нас, вот так, значит, давайте сделаем, x, y, z, x, y, например, z, да, а здесь у нас соответствующий объект, естественно, с подобными свойствами, x, x, y, y, ну, и так далее, да, вот как-то так, как-то так, ну, и мы выведем вот это дело здесь, да, увидим, что это все очень хорошо работает, да, очень хорошо работает, причем это, ну, я уже не показываю, на самом деле, на самом деле, если бы здесь, например, в этом случае, в свою очередь был бы массив, мы бы тогда здесь тоже квадратные скобки сделали, то есть многомерные массивы, или, например, если у свойства y есть в свою очередь какое-то свойство, то точно так же в фигурных скобках фигурные скобки, то есть вложенность должна соблюдать, должна соблюдаться, должна совпадать, ну, и так далее, да, и так далее, вот, и теперь фактически мы можем, спокойно за счет этого, обратите внимание, за счет этого мы можем, в принципе, теперь писать достаточно, мы и раньше их удобно писали, сейчас еще удобнее, функции, которые, например, будут выглядеть как function, опять же, фу, давайте посмотрим, function фу, мы можем, фактически, мы этим самым можем использовать, что называется, поименованные параметры, поименованные параметры, да, вот, то есть мы можем написать что-то, например, а, параметр а, там, с какими-нибудь значениями, там, x, и параметр b, опять же, да, со значением y, да, тут каким-то, вот, и точно так же мы теперь можем, вызывая эту функцию, вызывая эту функцию, да, мы можем спокойно, вот так, фу, мы можем точно так же передавать, причем, менять местами, то есть здесь у меня может быть b, может быть, есть какой-то другой параметр, да, вот, ну, в принципе, мы и сейчас это можем делать, поэтому это, наверное, может быть даже не самый, скажем так, не самая интересная вещь, но, тем не менее, то, что у нас есть, то и есть, предполагаю, да, вот, это все мелочи, на самом деле, помимо мелочей, появились достаточно, у нас, серьезные вещи, серьезные вещи, которые связаны вот с чем, друзья мои, да, на самом деле, у нас появилось, у нас появился новый тип, абсолютно новый тип, который называется символ, да, новый символ, новый тип, точнее символ, на самом деле, те, кто никогда не сталкивался с подобными типами, сложно понять, зачем он нужен, да, вот, на самом деле, он нужен вот для чего, ну, для начала, давайте посмотрим, как он выглядит, да, во-первых, вот у меня какая-то переменная, x, вот, x, вот, и, я просто пишу, символ, символ, вот так, если мы попытаемся посмотреть, мы ничего не увидим, да, примерно вот так вот это будет, ну, да, он сказал, что он не может конвертировать его в ту стрим, да, фактически, с ним вообще ничего нельзя сделать, вот, для того, чтобы мы его что-то увидели, да, то есть на самом деле сейчас у x некое уникальное значение, некое уникальное значение, неповторяемое, два разных символа, то есть смотрите, например, x и y, и x, он не равен y, если мы сейчас посмотрим, да, они не равны, никогда не равны, уникальные, для того, чтобы не попадать вот в эту вот ошибку, да, и не забыть, зачем я его сделал, у него можно здесь, в виде строки, указать description, ну, просто типа, это я сделал для того то, this is x, а здесь мы напишем, this is y, например, да, this is y, вот, сейчас вы увидите, он у вас, если, если description есть, а нет, не сконвертировал, а вообще он должен, по-моему, в two string, принудительно, он же должен, на самом деле, да, отработать, да, вот он, two string принудительно, вот он баковал символ, здесь, это чисто для, для дебаггинга, когда вы сами запутались и забыли, что есть что, что у вас под рукой, для чего вы символ сделали, а он для того, вот, для чего он, в принципе, нужен, ну, на самом деле, он для многих вообще нужен, как правило, для того, чтобы можно было создать уникальное свойство у того или иного объекта. Иногда бывает, бывает необходимость, бывает необходимость создать у объекта какое-либо уникальное свойство, правильно, например, там вот, у меня есть какой-то объект, ну, неважно, о чем он там делал, это может быть не пустой, это может быть уже готовый, это может быть дом, обжиг, или что-то еще, и мне понадобилось ему сделать какой-то, например, там, признак, там, из empty, или что-то еще, Проблема в современном мире, особенно когда мы никогда ничего не уверены, да, у нас JavaScript такой, особенно когда мы чужие библиотеки используем, где гарантия, что кто-то не будет использовать именно с таким названием свойств. Поэтому к этому обычно, ну, как бы, ухищрения приводят какие? Либо дать супер-пупер уникальное название свойств, которое приводится к каким-то вот таким вот вещам, типа там, это мое свойство, и никому его не трогать. Либо можно сделать что? Создать какое-нибудь рэндом число, ну, какое-нибудь там сумасшедшее, да, с помощью там рэндом мафта какой-то, да, и вот так вот здесь сделать. На самом деле, опять же, этого не нужно. Почему? Потому что спокойно, спокойно мы можем написать здесь просто символ, вот так вот, и все. И у нас создалось какое-то свойство уникальное. Понятно, я так не напишу, потому что я не смогу к нему обратиться, я не знаю кто, да. На самом деле, я ему сейчас передам вот сюда икс, и все. И оно будет сугубо уникальное. Да, мне не нужно никаких там других извращений, оно будет четко вот такого плана. Вот это все. Оно уникальное. То есть, когда какой-то человек узнает про него, если, допустим, он будет использован для себя. То есть, этот скрипт? Ну да. Ну, допустим, не скрипт, а этот объект. То есть, если, допустим, он, в общем, на какой-то библиотеке, человек, когда хочет обратиться к этому целостному, у него же это не будет, а если он еще раз создает... Нет, ну, несмотря как вы, нет. Нет, только предполагают, что это вы будете его в упаковке как бы использовать, да? А, то есть никто кроме меня, получается? Ну, нет, может быть, нет. Может быть, почему? Даже если я... То есть, имеется в виду, что мне вот код вот такой, понятно, не достанется. Что он не достанется. Понятно, что он у меня где-то... Ну, или я в комментарии напишу, что здесь предполагается именно наличие символа. Да, что человек сам там его пропишет. Что-то еще. Ну, вот такого плана. Такого плана. Вот. То есть, на самом деле, это, в принципе, именно, что мы сгенерировали уникальные свойства. Нам его не нужно видеть, потому что оно у нас... Вот, x. Если мне нужно к нему обратиться, я обращусь к нему через x. То есть, то оно никому не важно. То, что оно уникальное. Уверен, да? Я уверен, что никто его просто не перешибет, как бы он не хотел. Никакими другими вещами, примерами и так далее. Вот. Потом, что у нас еще появилось интересного? Интересного у нас еще появилось, на самом деле, у нас появилось несколько хранилищ, друзья мои, новых. Тут, по поводу хранилищ, тут можно что сказать? Смотрите. На данный момент, вообще, вот в языках есть так. Посмотреть по языкам, да? Есть стандартные хранилища, ну, то есть, структуры данных, да? Например, есть то, что мы называем array. Как правило, в других языках он может называться list. Либо array, либо list. Вот. То есть, это что? Это структурированное, да? Упорядоченное хранение каких-то значений. Ну, его array. В других языках он называется либо array, либо list. Да, здесь все нормально. Вот. Потом, есть структура, которая называется... В других языках она называется map. Map. Это неупорядоченное хранение пар ключ-значения. Да? Ключ-значения. Стандартная вещь. Там, например, я не знаю, там, A1, B2, ну и так далее, да? B2. B2 и так далее. И, наконец, есть те, кто объектно-ориентированный, поддерживает, есть объекты, да? Когда пишут new, там, user какой-нибудь, да? И создают объекты. И что у нас не так с Яроскриптом? Дело в том, что если с точки зрения поддержки массивов, АК, листов, мы совпадаем, то есть у нас есть действительно, то вот с этим делом, дело в том, что у нас объект, фактически вот этот старый наш известный объект, который объект, он выступает в двух ипостасях. Он, а, с помощью него можно создавать вот эти самые мэпы, и в то же время его можно использовать как нормальный объект, который к вам никакого отношения не имеет, что может нести какую-то путаницу, да? Кроме того, естественно, у объектов, например, даже когда мы у объекта, предположим, вот объект, даже если я его буду использовать как тот же самый мэп, да, то есть коллекция, ключ, пар, значения, у него есть ряд недостатков. Первое. Мы не знаем его длины. Мы не знаем длины, количество свойств. Раз. Это во-первых. Во-вторых, в виде ключа, в виде ключа мы не можем хранить объект. Ключ у нас это строка. Или число. На самом деле число хранится как строка, так в том. То есть, например, значение 1, и строка 1 одно и то же. Ключ. То есть мы можем только строковые ключи хранить, и мы не знаем, ну что за коллекция, когда я не знаю ее длину? Да нет, это ле. Правильно? О! Вот для того, чтобы разрулить эту ситуацию, у нас несколько, соответственно, добавилось две, на самом деле четыре, ну по большому счету две структуры. Первая из этих структур, она называется как раз map, let, ну давайте так сделаем. У нее нет литерала, поэтому она создается сугубо через new, new map, new map. И теперь мы можем ее добавить с помощью m, например, set. То есть мы добавляем только сугубо с помощью метода set. Добавляем ключ name, да, со значением john, да. Добавляем ключ h со значением 25. На самом деле здесь, обратите внимание, здесь в виде ключей можно добавлять спокойно объекты. Объекты, да. Теперь у нас здесь есть, появляется что? Появляется свойство, свойство size. Size, да, пожалуйста, посмотрите, вот он, size. Видели, два. Пар, да, сколько там, пар, две, правильно? Get, конечно, как нам взять? Через set, соответственно, у нас есть get, set, get. Берем, там, что-то, да, name, например, да. Как тебя зовут? Ну вот его зовут, джон. Классический map. Классический map. Вот. А, значит, плюс ко всему, плюс ко всему, к этому map, у нас появилась новая структура, которая называется, которая называется set. Set, это массив, фактически, не массив, он похож на массив, я вам скажу, да. То же самое, что и массив, но у них, то есть он хранит только значения, но уникальные, уникальные. То есть, как это выглядит? Это выглядит так. Давайте, это у меня будет set, да, получается? Смотрите. New set. New set. Можем в него что-то добавить? На самом деле, в него можно, в него можно прям строчку добавить, он раскидает ее по этим делам. Да, например, смотрите, hello, добавляю, там, да, там, да. И опять же, у нас есть size, например, s, size. И обратите внимание, сколько у нас там есть size, 4, да, почему? Потому что здесь две буквы L, а значения хранятся только уникальные. Уникальные, да. Вот, или можно, например, сделать так, например, да, можно, там, значит, через ад задается, например, s, a, d, d. Вот, например, давайте зададим 1, там, в принципе, это все можно достаточно удобно в цепочку пустить. Например, 3. Еще раз, add, d, 2, оно не добавится, потому что там уже есть, да, обратите внимание, да, видели, 3, 3. Таких вот, такие вещи, да, add, d, там, get, set, там, set, get, здесь added, added. Тут маленькая проблема. Дело в том, что из этого set нельзя ничего достать. Мы как-то не можем по индексу, как к массиву обратиться. Вопрос, как к нему достать. Значит, там у нас придется достать для этого цели у массива, по-моему, насколько я помню, да. Есть метод, который называется from, array from, по-моему, там from, и мы указываем здесь set, если я не ошибаюсь. Я вот там, так, и посмотрим, и он должен вернуть нам, если мне не изменяет память, массив. Да, вот, array from, и указываем коллекцию, на самом деле там можно и в коллекцию указать, так, и так, и так, и так. Помимо set и map, есть width, set и width map. Их отличие в том, что и тот, и другой в качестве ключей могут, точнее, map в качестве ключей может иметь только объекты, а set, width set в качестве значений может иметь только объекты. Здесь можно иметь, а можно не иметь, а там обязательно все это дело он имеет. Там это дело он имеет. Понятно, да, идея? Вот. Вот такая вот у нас ситуация, да, друзья мои? Вот, на самом деле у нас еще есть всякие разные интересные вещи, да, но я сейчас сделаю маленькую паузу, хоть нас тут удаленно слушает не так много людей, не так много людей, я вас, удаленных наших, тех, кто нашел силы и подключился к нам, слушатели, я вас попрошу сейчас, если вас не затруднит, мы буквально минуточку на это потратим, хорошо? Хорошо, я вам сейчас запущу небольшой опрос, буквально три вопроса задам, каждый из них займет буквально 10 секунд ответа, да, это нужно мне. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, а потом я, соответственно, потом мы продолжим, я вам еще тут расскажу, покажу некоторые интересные вещи, хорошо, да? Давайте я вот сейчас первый, первый вопрос я вам его запускаю. Хорошо, спасибо, я думаю, нам этого хватит, правда, да? Теперь второй, он такой же, на самом деле, это просто все касается разных курсов, которые мне нужно понять, идет, не идет. Да, Андрей, запись, конечно, будет, безусловно, она мне самому нужна. Вот, теперь мы сейчас второй быстренько вопросик этот сделаем, и третий, и потом пойдем дальше. Так, хорошо, здесь у нас все нормально, ну, давайте тогда и третий, я тогда по третьему курсу, который меня интересует. Он у меня завтра с утра, кстати, стартует, но там нужно после второго идти, да. Там нужно браузерные дела хорошо знать. Что получается? Все хорошо, замечательно. Ладно, good. Ладно, давайте тогда, хорошо, спасибо большое, что вы меня на эти дела ответили. И теперь, таким образом, мы сейчас перейдем к ООП. Друзья мои, ООП. 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 Да, на самом деле, обратите внимание, да, но я не буду показывать, как раньше у нас все это делалось. То есть раньше мы писали функцию конструктора, методы обязательно куда? Пихали в прототип, дабы они не копировались в каждый экземпляр. Правильно, да? Вот, но так случилось, что в наиболее популярных языках такое не применяется. Там классовая система, люди пишут класс такой-то, и к этому привыкли. И дабы облегчить товарищам, которые приходят с других языков изучать JavaScript, а JavaScript у нас монополистом является среди клиентских, там так, да, наших браузерных дел, вот, то ввели ту же самую систему класса. Сразу скажу, обратите внимание, это всего лишь обертка. Не надо думать, что внутри что-то поменялось. По-прежнему прототипу, по-прежнему все то же самое, просто вот это как раз и есть уже фактически синтепсический сам. То есть просто то, что раньше надо было очень много писать, так что никому ничего не понятно, то теперь все понятно, да? Ну, классика жамра, все у нас теперь начинается с описания класса, да? То есть раньше мы писали функцию конструктора, теперь, например, да, теперь мы пишем класс, предположим, shape, он в фигурных скобках, да? То есть теперь мы описываем это все на уровне класса, с помощью которой будут создаваться реальные объекты. У меня есть класс, который описывает shape. У него есть, он обязателен, кстати, обратите внимание, функция конструктор, которая вызывается при создании экземпляра класса, которая так и называется конструктор. Обратите внимание, здесь уже отсутствует напрочь слово function, поскольку это не столько функция, сколько это методы. Который, например, принимает какой-то параметр, ну, например, параметр x и параметр y. Здесь, в конструкторе, ну да, креповато, я согласен, не делали, но именно здесь мы перечисляем свойства нашего будущего объекта, которые мы не можем их обидеть вне этого конструктора, обратите внимание, сугубо здесь. Мы говорим, что здесь придет x, да, и, соответственно, y, вот так вот, да. Это у нас такой конструктор, скажем, да, конструктор. А теперь у нас, у нашего конструктора должен быть какой-нибудь метод, да, например, рисовать или передвинуть что-то. Метод мы уже вне конструктора, допустим, метод, правильно, да, обратите внимание, как описывается метод, опять никаких слов function. Мы просто пишем вот так, например, move, предположим, мы в этот move передаем, опять же, x, y, да, куда мы хотим перейти, фигурные скобочки. Ну, я так, в одну строчку напишу, с вашего позволения, да, чтобы поместилось, да, и мы здесь пишем, что здесь, например, опять же, x, это данный, данный x, да, и, например, здесь y, это y, которому, что-то такое передали, да, вот таким образом, после чего мы можем уже создавать конкретный экземпляр, да, мы можем писать let, там что-то, s, new shape, например, 10, 20, какой-нибудь там, да, вот. Вот, начальные координаты, да, предположим, да, и потом уже s, new, new, 30, например, 100, вот таким образом. На самом деле, в принципе, достаточно удобно. То есть функцию можно переставить, можно не указать вообще? Да, раньше у нас это все было разделено на две части. Это мы писали function, shape и вот это, а вот это мы запихнули бы куда? Shape.prototype.move и запихнули бы туда. Теперь это бы все объединили вот так. Сверху, на самом деле, внутри все то же самое. А элементы x, y теперь тоже не надо давать, как в языках тех, кто пупает. Вот, вот, вот здесь мы перечисляем все свойства, которые, ну, участвуют у нас. То, что мы там перечисляем паблик, то-то, то-то, оно здесь перечисляется. Вот, в одном месте, в одном месте. Вот, и если здесь может быть еще ничего, то если кто-то из вас пытался отнаследовать свой объект, то есть на самом деле от функции конструктор, условный класс, другой класс, то вы наверняка сталкивались с тем, что это сумма сойти. Да, то есть там можно, конечно, написать, но там нужно переначать конструкторы, прототипы переписывать, переначать конструкторы. Теперь, обратите внимание, все очень легко и просто, то есть как и в других языках. То есть мы пишем класс, например, класс rectangle и ключевое слово, которое называется extends. Да, extends shape. Extends shape. Соответственно, наши все свойства туда переходят сюда, предположим, да, плюс у нас тут что-то еще, какие-то, ну, например, там у ректангла есть там ширина-высота, да. Поэтому мы описываем, обратите внимание, да, мы, сейчас я скопирую отсюда, то есть это получается так, мы будем, естественно, это уже будет, давай так, ширина-высота, вот, собственно говоря, x, y тоже на самом деле, x, y, а также ширина-высота, да, здесь у нас его родные свойства, ширина и высота, например. А x, y нам нужно прокинуть в родительский конструктор, ведь родительский конструктор тоже запустится, да. Как? Если мы сейчас этого не сделаем, то родительский конструктор не будет запускаться. Нам нужно, чтобы он запустился. Для этого существует ключевое слово супер. Да, супер, ну, технически это правильно, потому что шейп в нашем случае считается как бы супер-класс, супер-класс считается. Поэтому мы говорим, когда запускается конструктор этого объекта, будет запускаться, мы говорим, вызови сначала конструктор родителя на ему туда параметры, он отработает, потому что вернется, и мы продолжим с тем, что у нас здесь. С тем, что у нас здесь, ну, и в дальнейшем, да, опять же, мы уже можем rect какой-то там предположим делать. Move ему передалось, естественно, по наследству. Rect, опять же, да, там какая-то там высота. Вот таким вот образом, в принципе, таким вот образом. Тут возникает очень странная ситуация. Да, что у нас там еще появляется в объектах? Интересно, маленькая, интересная вещь. Ха-ха. На. Вот, когда мы изучаем, изучали, такой объект МАФ, если вы помните, да, этот объект МАФ, он был очень интересным. В частности, например, мы писали, мы, вот, например, там, ПАУ, да, и какие-то параметры передавали, да, и мы ни с одним объектом таким не работаем. Во-первых, мы никакого new не делали, никакого ничего не делали, да, мы, то есть мы обращались прямо к нему, и уже потом. Ну, или, кстати, я сегодня показывал string.ru, то есть мы обращаемся непосредственно к самому классу подвиженского. Каким образом? Раньше это было очень тяжело объяснить. Мы говорили, что ПАУ в данной ситуации это статический метод. Статический метод, который не передается конкретным вот этим вот объектам при new, а который один общий на всех. То есть нет смысла, он действительно один общий на всех, он исполняет действительно какие-то одинаковые для всех телодвижения. Так вот, МАФ это вообще, да, такой фактический класс, уже можно говорить этими словами, в котором только статические, статика, да, используется. Вот, вопрос, как сделать то же самое у нас здесь? Ну, вот, например, предположим, на примере того же самого ректангулара. Мы можем точно так же, точно так же использовать статические методы. Для этого просто надо указать слово static. Слово static. Ну, давайте напишем какую-нибудь fu. Статик.fu. Обратите внимание, как функция, да, и он, соответственно, здесь там что-то вернет, что к какому-нибудь он нам возвращает, неважно, да, и теперь к нему мы так и будем обращаться рект, на покойку, рект, fu. То есть не создавая экземпляра, а напрямую обращаться к классу. Вот, смешная ситуация здесь в чем? Дело в том, что маф, как я уже сказал, он состоит помимо методов, там масса еще что? Например, маф-пи. Что это такое? Это то же самое, только уже не метод, а свойство. Это статическое свойство, которое тоже одно общее на всех, ну, пи, оно ведь одинаковое, правильно? Вопрос, как создать статическое свойство? Ответ, никак, еще не придумали. Говорят, в будущем появится. То есть статические методы сделали, статические свойства пока еще не сделали. Вот, так случилось? Так случилось? Да? Вот, но это тоже еще, друзья мои, не все. Это тоже еще не все. Но, на самом деле, у нас может возникнуть проблема, ну, давайте я сейчас вот так вот сделаю это все-таки, закомментирую, да, много-много-много-много-много всего, может возникнуть проблема какого-то. Вот, смотрите, у меня есть класс-юзер. Давайте на уровне неймы сделаем, да. У него есть, у него есть конструктор, который принимает там имя какое-то, да, не, даже вообще никто не принимает. Неважно, ничего не принимает. Но у него тут здесь нейм есть какой-то, да. Давайте ему даже что-нибудь такое вот так присвоим. Пусть, пусть будет, пусть будет, да. Вот, теперь, главное, что нейм есть, да. Теперь, маленькая проблема, которая у нас, маленькая проблема, которая у нас может произойти, это то, что, например, люди сейчас будут, ну, понятно, да, то есть человек создает юзера, да, он говорит, let, you, например, you, юзер, юзер, да. И технически он потом присваивает имя, причем имя он присваивает как хочет, большими буквами, маленькими буквами и так далее, и так далее. То есть, фактически, он напрямую использует это свойство, то есть он обращается к свойству напрямую, что не очень хорошо. Это не значит, что так не должно быть, можно и так, но рано или поздно у нас может стать задача упорядочить все, да, то есть у нас может поступить сигнал сверху, чтобы все имена, например, были верхнего регистра. Что делать? Понимаете, да, что делать? Технически, да, например, все вот так пишут, маленькими буквами, большими буквами пишут, понимаете, потом заказчик говорит, хочу, чтобы все было в верхнем регистре, правильно? Что делать? Конечно, мы можем сейчас оформить, например, такую вещь, как, например, setName, да, метод setName, да, который будет принимать name и который устанавливать вот эту перемену и объявить всем клиентам, что они теперь должны не вот так использовать, а setName, да. Проблема в том, что здесь, а, во-первых, ломается, что называется, обратная совместимость, во-вторых, новые будут setName использовать, а старые коды, кто их там будет переписывать, там уже и программисты все ушли, они работают как был name, так и есть name, да. В этом случае делают, в других языках создают то, что называется геттеросеттеры, да, специальные методы, которые как раз и через которые мы обращаемся к тому или иному скульту. Вот, здесь все это очень решено хорошо, фактически мы создаем не столько метод, как это в Java, кстати, в языке, а именно здесь больше похоже на PHP, здесь получается именно свойство, то есть никто этого ничего не заметил. Вот, и для того, чтобы описать этот геттеросеттер, ну, обычно как делают? Во-первых, начнем с того, что это свойство его закрывают, не то, что закрывают, мы не можем на уровне программы фактически запретить писать в это свойство. Нет, технически можем, но не можем, да. Вот, просто его делают, например, ну, как правило, ставят такое подчеркивание, давая понять, что это некое свойство, к которому не надо обращаться напрямую. Не надо обращаться напрямую. Вот, а здесь указывают вот эти сеттеры и геттеры, которые будут к нему обращаться. Значит, делается это так. Здесь очень интересно, это тоже, обратите внимание, значит, пишется вот так, сет, ключевое слово, потом то свойство, которое будет использоваться вот здесь, вот он, да, например, name, да. Потом, обратите внимание, пробел, никаких призна, никаких равно, здесь очень четко все, это не функции, это не array функции, это row функции, это именно такой синдексик, да. Вот, значит, потом мы пишем, что мы туда передаем, например, там, n, условно говоря, да, и тело. Тело, значит, у нас в нашем случае, да, в нашем случае это будет вот так, n, ну, значит, наверное, вот так, сет, сет. И, соответственно, описываем такой же геттер, гет, у гетта уже ничего этого дела нет, здесь у нас return, здесь n, вот так, это сеттер геттер, да. Теперь здесь ничего не изменилось, здесь по-прежнему Джон будет, с точки зрения этого программиста, да, будет присваиваться в name, но это будет идти не сюда, а будет автоматом при присваивании, будет автоматом дергаться тот сеттер. Сеттер здесь нельзя даже сказать, это функция или метод, потому что это такое ни то, ни другое, будет дергаться вот по этому имени сеттер, сюда будет передаваться то, что ему присваивается, и мы здесь его отлавливаем. Ну, например, мы можем здесь написать, ту, там, uppercase, вот так, правда, да, бум, и присвоили все. Когда человек захочет обратиться, когда он скажет, например, принт, обращается к свойству, тогда происходит, опять же, вызов геттера с таким же названием, в котором мы тоже что-то определяем. То есть мы всегда можем перед тем, как взять значение, или перед тем, да, его присвоить, положить, мы можем что-то с этим значением сделать, да, перехватить. Вот так вот, такая вот интересная, соответственно, у нас есть. Сеттер это встроено, да, я так понимаю? Да, 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 это встроено. Вот то, что на сегодняшний момент у нас, так сказать, встроили, то уже и хорошо. Вот, ну, на самом деле, на самом деле скажу вам так, что, конечно, я вам показал, рассказал то, что на поверхности лежит, достаточно такие, ну, наверное, они всем интересны, эти вещи, да, потому что еще очень много достаточно специфичных вещей, достаточно много еще нереализованных, которые должны показать-то не на чем, да. Ну, а как видите, обратите внимание, что у многих очень, появилось, у строк появились новые методы, например, repeat, который позволяет, да, например, там, repeat 5. Он 5 раз повторит строчку, вот, там, найти, там, если строка заканчивается, строка begin with, end with, такие методы, да, у чисел появились методы всевозможные, разные, да. Обратите внимание, что сейчас исправился у намбера, это очень важно, кстати, как-то странно, у намбера, если вы помните, у нас до шестой экмы, в пятой экме, у нас существует два метода изнан, да, вот так вот, да. Это изнан и намбер, намбер изнан, да, в пятой, ой-ой, в пятой они работают одинаково, поэтому нет смысла использовать в моем случае строчку 32 и строк против строки 31, потому что слишком длинно, они работают одинаково, да, у них у обоих проблема какая? В том, что они, ни тот, ни другой, не дает нам понимания, что у нас именно само значение none, то есть все, что они говорят, что это не число, например, строка hello, это тоже не число, но мы не можем отличить с помощью этого метода, либо глобального, либо намбера, да, это что? Что это именно под рукой намбер. Так вот, в шестой экме это исправлено, а именно, что вот именно вот тот намбер, который унагер, он очень четко нам говорит о том, что намбер, это именно намбер, унагер, унагер, унагер. Вот, в общем, там очень много интересных вещей, друзья мои, да, постепенно, нужно к нему привыкать, нужно, когда-нибудь, я, может быть, в следующем году, наверное, тоже начну уже на курсах, постепенно надо начинать об этом рассказывать. Проблема в том, что для этого нужно время, потому что там и так времени не хватает, потому что, чтобы рассказать что-то новое, надо выкинуть что-то старое, а старое выкинуть нельзя, потому что его еще несколько лет будут использовать, ну, в принципе, мы с этим будем жить так, как всегда живем, да, так как у нас, собственно, из пятой экме и жили, когда пятая вышла, мы постоянно вспоминали третью, потому что, там, через несколько лет только интернет-эксплорер, наконец-то, в девятку впихнул пятую экму, до этого была третья, точно так же, да, ну, так всегда у нас происходит, что поделаешь, пару-тройку лет придется и то, и другое рассказывать, вот, ну, вот такие вот у нас, соответственно, дела, успехи, вот, смотрите, дальше, читайте, и если где-то встретите это, не удивляйтесь, технически, если вы не привязаны к тем же браузерам, а если вы работаете сугубо сам себе режиссер, то есть у вас не стоит проблема кросс-интерпретаторности, предположим, у вас, когда вы пишете серверный код, который у вас работает только, предположим, на вашем личном, вот, версии, там, например, Node.js, который много из этого поддерживает, ну, самые основные моменты, вот, то, в принципе, можно, спокойно писать безопасно и никаких проблем не иметь, да, в основном это, конечно, касается еще клиентских слифтов, которые вот так вот делают, тем не менее, обратите внимание, есть так называемые транспилеры, их очень много, вот, там, самый известный это Бабель называется, вот, его можно и онлайн попробовать, он не один, и сделает так, что он автоматически все делал, то есть, когда вы пишете по-новому, а потом происходит как бы, он прописывает на уровне ЭКМА-5, вот, как-то можно изобразить, правда не все, потому что, например, ну, тот же символ никак не изобразишь, там просто не было такого, вот, и, ну, как-то вот будем жить и будем выкручиваться, да, вот, все, что я вам хотел сказать, на самом деле не все, а то, что получилось по времени сказать, сказать, там можно еще сидеть, часа два, все эти дела показывать, рассказывать, ну, вот, ну, что есть у нас на данный момент, то есть.